Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет видео про уход за волосами. То, чем я пользуюсь на данный момент времени, осенний, да, такой зимний период. Какие у меня шампуни, дополнительные средства, маски, спреи, масла. Все вам покажу, расскажу. И давайте начнем. Кому интересно, оставайтесь со мной. И хочу начать я с такого вот шампунчика от домашнего доктора. Покупала я его в аптеке. По ценам скажу вам, он стоил порядка 50 гривен. Здесь 1 литр, очень большой объем. И я поняла, что такие средства, они очень большие для меня. Вот смотрите, сколько я использовала за такой длительный период. Как бы купила его где-то полгода назад. Он мне, конечно, уже немного поднадоел. Он стимулирующий рост волос. А волосы, я не могу сказать, что они у меня как-то стали расти, но я пользуюсь им нерегулярно. Миксую свой уход, поэтому ничего не могу вам сказать по данному шампуню. Но приятно им пользоваться. Он хорошо пенится, он хорошо очищает волосы. Хорошо смывает масла после ночного ухода. Поэтому, в принципе, могу вам посоветовать такой, в принципе, неплохой шампунчик. Далее я вам покажу вот такой вот шампунь от Estelle. Это у меня серия классическая какая-то, увлажнение и питание. Насчет питания нет, насчет увлажнения да. Волосы он хорошо очищает, он их не утяжеляет. И действительно они менее сухие становятся после его использования. Он хорошо пенится, достаточно экономный. Вот, в принципе, могу посоветовать. Покупала в профессиональном магазине для средств по уходу за волосами. И комбинировала я его с вот такой вот масочкой. Это тоже Estelle, правда это другая линия. Это интенсивная маска для поврежденных волос. То есть это у нас идет для всех типов волос. Масочка для поврежденных волос. Она очень хорошая, я девчонки всем ее советую. Называется она вот так вот, не буду читать, сами все прочитаете. Интенсивная масочка, она очень плотная, она очень густая. Как я ее наносила? Я использовала ее под пленку и под полотенечко. Полчаса, час я ходила по дому, делала свои домашние дела. Потом смывала. И эффект просто ошеломляющий. Во-первых, она очень хорошо питала волосы. Она их сглаживала. То есть кутикула приглаживалась. И они становились такие блестящие и очень ухоженные. Я обожаю такой эффект на волосах. Это смотрится очень дорого. Они становятся ухоженные, более густые. К сожалению, эта маска у меня сейчас закончилась. Я обязательно буду покупать еще. На замену я, конечно, ей купила другую маску. Я вам ее уже показывала в своем влоге. Это вот такая вот новинка зимняя. Versus winter. Маска уход, защита и уход. Тоже от Estelle. Тоже использую их в паре. С таким вот шампунчиком. Пользовалась этой маской два раза. У нее очень приятный запах. Она тоже густая. Вот что мне нравится в масках от Estelle, это то, что они довольно-таки густые. Они не слазят по волосам, когда я их наношу. И я с этой маской тоже хожу до получаса. Она очень приятно пахнет. Волосы действительно становятся более плотными. Вообще, я обожаю уход от Estelle. Я очень рада, что я его открыла этой весной для себя. И я буду обязательно пробовать еще разные линейки. Пока что могу сказать, что я ее пробую, присматриваюсь. Но вот эта маска, еще раз повторюсь, она мой фаворит. И я всем могу ее посоветовать. Она невероятная. Поэтому, кто не пробовал, бегом в магазин. И, наверное, мы с вами будем по сериям идти. Потому что так будет удобнее и вам будет более понятно. После ухода от Estelle я использую такой же спрей. Такой же фирмы. Это двухфазный кондиционер-спрей увлажнения. Он предназначен для легкого расчесывания. Для того, чтобы распутать ваши волосики. И для меня это очень актуальная задача. Потому что волосы у меня путались до того, как я их подстригла. Очень-очень сильно. И этот спрей буквально выручал меня. Он распутывал колтуны. Единственное, что могу сказать, что немного, чуть-чуть, вот если с ним переборщить, он пачкает волосы. И для меня это было очень легко сделать. Потому что я человек, который не жалеет средств. И я могла вылить пол бутылки за раз. Вот видите, у меня его уже совсем немного, кстати, осталось. Ну, как совсем немного. Меньше половины. И, в принципе, когда с ним переборщишь, он немного, да, пачкает волосы. Есть такое. Поэтому нужно аккуратно им с умом пользоваться. А так, в принципе, я довольна. Хороший спрей. И, в принципе, вот эта вся линейка просто супер была для меня. И я обязательно буду повторять. Идем дальше. И вот такой вот уход от Керостаз. Это мое первое знакомство с этой маркой. И где-то я уже пользовалась раза 4-5, наверное. А вот этим средством я пользуюсь вообще постоянно, почти после каждого мытья. Мне нравится. Это не масло. Это такой вот легкий флюид для кончиков восстанавливающий. Он их совершенно не пачкает, не утяжеляет. Вот этому средству я говорю, да. То есть оно мне сразу понравилось. Даже вот сейчас, после такого минимального тестирования, я могу сказать, что мне безумно он понравился, этот продукт. Что касается шампуня и маски, пока я, девчонки, не поняла. Пока я пользуюсь, это восстанавливающий уход. Тут написано, что степень повреждения, вот видите, 3-4. То есть это достаточно такой сильный уход для поврежденных волос. Для тонких, таких ослабленных волос. Для того, чтобы их восстановить. Пока я их тестирую. Но могу сказать, что продуктами очень приятно пользоваться. Волосы действительно легко потом укладываются, расчесываются. То есть они у меня такие, они у меня по природе своей прямые, но они еще более такие гладкие становятся, блестящие. Вот. Насчет восстановления пока ничего вам не скажу. Более подробный обзор будет в пустых баночках, когда я скажу свое мнение. Уже окончательное и бесповоротное. Поэтому пока так. Так, но хочу сказать, что я пока не разделила такого-то общего восторга этой серии. В принципе, я знаю, что она не бюджетная. Вот. Ну, очень рада, что мне выпала возможность ее попробовать. Далее у нас продукты идут из масс-маркета. Это такие вот обычные два шампунь и бальзам. Я люблю, вот знаете, пользоваться более профессиональным уходом и миксовать его с обычным таким масс-маркетом. И из масс-маркета я обожаю шампуни, кондиционеры и маски, и бальзамы, и флюиды. В общем, все серии от Fructis. Прежде всего, это запах. Я обожаю запах фруктов. Он такой ненавязчивый, он очень вкусный. Им приятно пользоваться. И все кондиционеры и шампуни, которые у меня были, в принципе, я ими оставалась очень довольна. Этой серии я пока еще не пользовалась. Сейчас у меня больше такой вот период восстановления волос. Но следующее мытье я хочу воспользоваться этими средствами. Но, в принципе, уже читала отзывы об этом бальзамчике. И, в принципе, говорят, что он хороший. То есть он делает какие-то восстанавливающие свойства для волос. То есть он их как-то питает чуть. Ну, посмотрим, как-то буду, чтобы волосы тоже сильно не перегружать какими-то интенсивными средствами, буду пользоваться этими. Еще в наличии я миксую тоже с вот этим спреем. У меня сейчас два, да, их в наличии. Я миксую вот этот вот от крапивы. От Belit Vitex, прошу прощения, с крапивой. Он очень приятно пахнет. Но у него, вот видите, такой дозатор. И он мне совсем не нравится, потому что из него очень трудно достать продукт. И иногда он заедает. В общем, или мне такой попался, или что, не знаю. В принципе, к белорусской косметике я отношусь очень положительно. У меня есть продукты для лица, и для волос, и для тела. И очень мало средств, которые меня действительно разочаровали. Много средств, которые я хочу повторить. И, возможно, я даже сделаю отдельное видео про продукты из Белоруссии. В принципе, у нас их достать довольно-таки сложно. В нашем городе. Но я нахожу пути и в магазины. В общем, где вижу, там и покупаю. И очень хороший спрей. Он хорошо распутывает волосы. Иногда на смену своему остейлицкому. Скорее всего, я буду использовать, да, с Гараньер от Фруктис. Буду пользоваться крапивой. Вот это пока я так. Иногда, знаете, тестирую. Сначала хочу закончить все-таки остейли. А потом начать Белиту. Но уже пару раз им воспользовалась. И могу сказать, что мне пока понравилось. Далее. Всем известный продукт от Натуры Сибирика. Облепиха Сибирика. Это такое вот у меня масло для волосиков. Оно безумно приятно пахнет. Я обожаю крапиву, как вы знаете. Вот такие продукты вообще всю серию от Натуры Сибирики. Облепиха Сибирика я люблю, уважаю. И пока я от нее отдыхаю, от шампунь, от масок. Но остался у меня такой вот комплекс масел для кончиков. И я с удовольствием пользуюсь. Он волосы не утяжеляет. Он дает им блеск. Им очень приятно пользоваться. Волосы пахнут вот этим вот облепиховым вареньком. В общем, я в восторге. Мне нравится. Единственное, что мне не нравится упаковка. То есть вот эта пипетка. Мне не совсем удобно открывать, набирать, распределять по рукам. Потом по волосам. Как-то это не совсем для меня комфортно. Поэтому, ну это личные мои предпочтения. Поэтому кому-то может это и нравиться. Но в целом средство очень хорошее. Все могу посоветовать, кто еще не пробовал. Далее средство для меня очень бесполезное. Так как я им вообще не пользуюсь. Очень-очень редко, когда я делаю накрутку. Накрутку я делаю очень редко, потому что волос у меня тяжелый и не держит ее. Но иногда все-таки такое происходит. И я пользуюсь вот этим тавтом. Это у нас степень 3. Объем для волос. В общем, ничего не могу сказать об этом средстве. Потому что, в принципе, я такие средства редко покупаю. И он у меня уже торчит, наверное, года два. И, ну как бы, есть наличие, да и есть. Считаю, что такое средство нужно иметь. Мало ли что. Ну, а так, в принципе, больше ничего сказать о нем не могу. Далее такое вот кокосовое масло. Сейчас у меня такое от Aroma Inter. В общем, честно говоря, я не очень недовольна. Покупала я его в аптеке. Продукт вообще не похож на кокосовое масло. Он то жидкий, то твердый. Вообще без запаха кокоса. Первый раз вообще такое вижу, чтобы кокосовое масло было без запаха. Оно абсолютно без отдушек. Его очень трудно достать, когда он становится твердым. Поэтому оно у меня стоит все время в ванной. И, ну вот, от температуры, да, немного становится жидким. Но все равно его очень трудно достать. И меня это категорически не устраивает. Но я не люблю выбрасывать продукты. Все-таки мне их жалко. И я им пользуюсь, добиваю. Но больше не куплю и вам не советую. Ужасное средство. Что я вам покажу? Это такой вот стайлинг для волос. Вообще я не очень люблю носить всякие прически. Такие как хвост. Такие как гулька. Даже если это выполнено красиво и аккуратно. Мне кажется, это не очень женственность. То есть все-таки я люблю распущенные, длинные волосы. Благо мне есть чем похвастаться. Но иногда все же там в зал или еще куда-то, допустим, даже выйти в магазин. Хотя я стараюсь все-таки выходить в магазин с нормальными волосами. Но всякое в жизни бывает. И иногда приходится делать такую вот зализанную прическу, как у балерин. Я не знаю, как у гимнасток. И в этом мне помогает вот это средство. В принципе, пользовалась им два раза всего. Так как, повторюсь, часто я не делаю подобные прически. Но средство, в принципе, хорошее. Придает блеск волосам. Знаете, вот этот вот как у гимнасток эффект, когда очень сильно волосы прилизаны. Они очень блестящие. Они прям такие вот, как одна сплошная шелковая материя. Вот. В принципе, да, хорошее средство. Оно, по-моему, бюджетное. Мне его подарили. В общем, такие средства, если честно, я не люблю. Потому что они быстро пачкают волосы. И приходится их потом перемывать. Но такое средство, опять же, повторюсь, должно быть в арсенале уходовом у каждой девушки. И почему бы и нет. Я чувствую, конечно, у меня будет стоять года два-три. Вот. Но, в принципе, хорошее средство. Могу посоветовать. Все, девчонки. Это был весь мой уход на данный период времени. Конечно, я постоянно что-то пробую. Добавляю в свой уход. Миксирую. Все это дело я тестирую. И постоянно в поисках нового чего-то. И когда вот в последний раз я постригала волосы, мне мастер подсказал, что очень хорошее средство от Матрикс. Это будет моя следующая покупка. Потому что мне интересно попробовать. И что еще? Пишите мне ваши средства. Те, которые вы мне, может быть, посоветуете. Может, вы что-то пробовали из этого арсенала моих банок-склянок. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши запросы. И всем пока-пока.